Вам так слышно? Да, Игнатий Тихонович, сейчас слышно, но я с телефона. Но это в вашем приборе, на моем слышно, а то не слышно. Там посмотрите, что у вас. Потому что мы сегодня только делали запись, ну и каждый день. Звука не было слышно, этого не было, даже не знаю, что это такое. Ну, видимо, у меня камера пропала. Ладно, я сразу спрашиваю каждого, у нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Я, конечно, не против. Все, я слушаю вас, говорите. Игнатий Тихонович, ну, мы с вами уже общались несколько раз, Что-то плохо забивает. Я все-таки хотел его попочтить. Можно ли мне... Подождите, что-то неладно опять. Слышно? Сейчас слышно, но что-то перебивает голос. Что до этого говорили, я ничего не слышал. Не слышно? Вы меня слышите? Вы не слышите меня? Ну, да. Ну, вот что до этого говорили, я не слышал. Слышу, но вот так. Давайте, говорите. Как же быть-то нам? Ну, говорите, как я. Я хотел у вас спросить. Что? Говорите, я слушаю вас. Я у вас хотел спросить по поводу крещения в Потеряевке. Возможно ли это этим летом сделать? Возможно. То есть можно приехать? Да, я вам напишу на своей машине только. Конечно. Ну, я вам маршрутку скину и все. Скажите, а что нужно иметь в свой, ну, такие вот бытовые вопросы? Когда, за сколько нужно приехать дней? Ну, хотя бы дня за два, минимум. Если пораньше приедете, так у нас побудете. Может, что-то где-то потребуетесь. С собой брать хлеба. Обязательно хлеба возьмите. Две простыни и наволочку. И я хотел бы с детьми приехать. Ну, пожалуйста. Будем рады. И давайте уточним, это 9 июля будет? Да, 9. Июля. Июля, ля. Игнатий Тихонович, ну, там у вас же есть вопросы какие-то, да, ну, к оглашенным, да? Ну, конечно. Вы мне тогда скидываете. Конечно, будет экзамен, будем заниматься. Если раньше приедете, ну, побольше можем заниматься. Экзамен проходит, задаем вопросы. А какие вопросы, я вам могу их даже скинуть. Основные. То есть, конструкция показана будет. Ага. Ну, скиньте, да, конечно. Да. Вот так. Игнатий Тихонович, еще я хотел у вас несколько таких мелких вопросов спросить по описанию. Давайте. Вот. Первый не по описанию, а вот по Ферраро-Флорентийскому собору. Ну, вот есть мнение, да, в частности, которое озвучивает Стерлигов, когда он говорит, что с подписанием унии, да, митрополитом Исидором, русская церковь впала в единицу. Что-то заглушается. Вам-то слышно, что я говорю? Мне, да. Стерлигов, это главный разрушитель. У него ни веры, ничего нет. И слушать его, это значит, вы совершенно тогда не готовы. Он ничего не знает, он только все разрушает. Сейчас, смотрите. Он что, все в ереси, нигде никого нету. Он одного епископа знает, а не говорит, где. Он обманет. Ну, Игнатий Тихонович, вопрос-то не в этом у меня. Мне он абсолютно безразличен. Я к тому, что он приводит в качестве примера вот этого вот подписания унии, митрополитом Исидором. Ну, и что это, что подписано? Какое отношение ко мне это имеет? Какое? Ну, получается, что он как представитель русской церкви подписал унию. Да нигде этого нету, что подписал и все. Андрея Критского канон. Он подписал анафему шестому селенскому забору или что. А потом написал вот этот канон покаянный. Он подписал, он отвечает за то, что он подписал, а не я. А остальная церковь никакого отношения жили и знать не знали про этого Исидора. Это Герман старается во всех людях уничтожить веру. Патриархия безблагодатная. Старобрящество недействительное. Зарубежная церковь не церковь. Он один знает где-то. Он совершенно никакой. Он вовремя грабанул денег и спрятался. Что бы он ни говорил, все ложь. Ни одного слова трудно искать где-то. Может о Бороде только правильно говорил. Стоит там, разговаривает, хватает, бросает. Он бесноватый. В студии он и то бросает, как Жириновский. Ну, ладно. Оставим Стерлигова. Мне он не интересен, поэтому я не знаю, что о нем говорить. Я тогда другой вопрос вам задам. По поводу… Вот вы говорите о евреях, что они по-прежнему благословенный Богом народ. Да. А разве они не утратили обетование в Новом Завете, когда Христос сказал им, что дом ваш пуст остается? Если по Стерлигову, то утратили. Если по Евангелию, по Духу Святому, по обещанию Божию, не утратили. Об этом апостол Павел говорит в послании к евреям. Потеряло ли силу обетование? Никак. Народ сколько раз Бога искушал, в плен ходили. Бог их наказывал, возвращал, а однажды сказанное слово остается в силе. Они от него не отреклись, от Авраамова благословения. И мы должны только благословлять. Апостол говорит, если бы и отвержен был народ, но я еврей. Из колена Вениаминова. Фарисей по закону, а фарисей от фарисея. А я апостол. Ни одному народу Бог не давал обетование до кончины мира. Только еврейскому. Слово Бога избранность осталось за народом, а не за теми, которые распяли его. А что значит дом в отпусте остается тогда? Так, что-то подождите. Опять начинает тут отрывать нас. Ну ладно, повторите вопрос. Что значит остается дом ваш пуст тогда? Слова Христа. Что это значит тогда? О доме говорит. Говорит о храме. Речь-то шла о храме. Дом ваш пуст. То есть жертвы кончились. Принесена жертва, обещанная Богом Агнец. Не ягненок теперь, а Агнец, сошший с неба, родившийся о Девы Марии. Дом ваш. Он говорит, дом мой. Нам не надо другие мысли вкладывать. Выгоняя из храма людей, он говорит, дом мой. Дома молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. Сейчас сегодня православные храмы, где идет торговля храмами-то называть бы. И то уж с натяжкой. Вот он о чем говорит. И вера, которая у вас была, вы примете иного. Он говорит так. 5.43. Я пришел во имя Отца, и вы не приняли меня. Придет иной. Это антихрист. Его примете. Ну и когда антихриста они примут, благодать не отнята будет. Остаток Израиля спасется. Остаток. Об этом говорит очень хорошо в трех словах Владимир Соловьев. Три слова об антихристе. Остаток Израиля спасется, он говорит. Спасется. Отнял ли Бог благодать? Отнюдь. В послании к римлянам, в послании к евреям он подробно Павел это описывает. Это мнение, что Бог отнял от благодать от народа, было тогда. И Павел это развенчивает. Если Бог отнял благодать, говорит, а как я обратился тогда? Уже после воскресения Христова. Как? Значит, не отнял? Какого апостола дал? За две тысячи лет такого не было. Что-то отрывается, все. Вам слышно? Так. Не слышно. Вы куда-то пропадете. Мстинка совсем плохая. С миром. Почему? Разве он не привез его? Да я не стал говорить, отошел. Раз вынесли, так и пусть будет. Нет, я не знал ничего. Сидел я в трапезной. А они в это время сделали так. Миша там это. Я не стал препятствовать. Я не люблю мешаться там. Раз они делают, пусть делают. Ну, лишний может и не будет. Поставь где-то в сторонку, закрою его и все. Ну, вот и не знаю пока. Может быть, будем искать. Ну, ни одного слова не могу подтвердить. Время придет, увидим. Да. Ну, так вот. Ну, ладно, тогда с Богом. Так. Тут позвонили на стационарный телефон. Люди разные. Так. Вот ответ. Другого ответа не будет. Благословение не отнято. И те, которые говорят, так это ненавистники Божии. Они искажают закон Божий. Не отнимается благословение. И когда уезды считаем, сколько гор в мире. Джамалун, Булезу, там 250 трупов лежит на ней. Но Бог избрал Сион. Сколько городов перечисляет Ездор. Там и Вашингтон, Москва по-нашему. Хорошая Каир, Лос-Анджелес. Но Бог избрал только Иерусалим. Сколько, говорит, птиц разных. Но Бог избрал только голубицу. Сколько разных скотов животных. Бог избрал овцу. Овцу. Сколько разных растений. Бог избрал виноградную лозу. Народов 2896. Но Бог избрал Авраама. А от него пошел род израильский. Это подробно показывается. Бог там не изменил. Голубицу не поменял на ворону? Нет. Виноград не поменял на грушу? Нет. А почему мы должны думать, что еврейский народ будет отброшен? Нет. Все остается в силе. Что мы будем молиться, чтобы они обратились. Каждый день благословляя этот народ. Вот так. Игнатий Тихонович, мы с вами общались по рождению свыше в прошлый разговор. Если помните. У меня возникли вопросы в продолжении, так сказать, темы. Вот у меня, ну, мы пришли к выводу, что рожденный свыше не может грешить. Правильно? Умышленно. Умышленно. Грех рождается внутри человека. Ну, вот у меня... Ну, вот у меня... И сын Пилата. А сын фарисея мог эти слова сказать. А мы согрешаем или нет? Согрешаем. Для этого дается покаяние и исповедь. А мы, говорит, не согрешаем. То есть умышленно в нас нет этого чувства. Вот бывает, идет овечка. У нас отец овечек пас. Бывает, она где-то в грязь упала. Так она отряхивается, отряхивается где-то. А свинья только выскочила и туда. Для нее это стихия. А для этой ошибка, где она споткнулась и упала. Для овцы. Игнатий Тихонович, у меня тогда вопрос. Был ли рожден свыше Иуда? Иуда? А рождения свыше еще и не было. Потому что не было крещения. Не было. Потому что Господь, когда воскрес, Иуда уже не было. И он говорит, идите по всему миру, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Это Иуда уже ушел из жизни. Он пошел, написано, удавился. Получается, Господь им дал дары, разные дары дал апостолам. Они не крещенные были? Нет, конечно. Крещение Христово потом придет. Нет, нет. Они были не крещенные. Ну а как они получили тогда дары от Бога? Да так, что они были крещены Иоанновым крещением. Крещение-то не одно. Крещение Иоанново для покаяния было дано. Они все были крещены Иоанновым крещением. Они исцелались на Иоанна. Иоанн научил своих учеников молиться. Научи и нас. Но крещение-то не давало прощения грехов. А крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа дарует прощение грехов. 22 глава 16 стих, Деяния апостолов, приходит Ананя к Саулу ослепшему и говорит, брат, Саул, брат, ну брат, раз он уверовал уже, он говорит, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои. То есть все еще в прежних грехах. А уже брат, по вере он брат, а по крещению еще не брат. Тут надо тонко смотреть на это. Как церковь смотрит. Не умствовать умом. Я смотрю, что здесь есть масса нюансов, скажем так. Да. И он когда принял крещение, Господь избрал его тогда на апостолов. Потому что прощения грехов не было. А направление для этого с какой целью, чтобы пришли ко Христу? А Иоанн для чего крестил? Чтобы Христа за руку не водить, по домам не знакомить. А люди выходили к Иордану, и тогда не было ни телевидения, ничего. Он тогда представил, вот Агнец Божий. Народ крестился, чтобы веровали в грядущего. В грядущего. А грядущий, вот он подошел. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И он уже, будучи арестованным, Иоанн, и все еще думал, а он ли не он? Он и говорит, пошлал учеников, ты ли тот? А Господь говорит, скажите, что видите, как мертвые встают, нищие благовествуют. Из этого ты узнаешь, что благодать Духа Святого уже касается. Как, допустим, мы считаем в Евангелии от Иоанна, Христос воскрес, дунул и говорит, примите Духа Святого. Дальше, кому простить и проститься, на ком оставить и оставиться. Вопрос, приняли Духа Святого или нет? Потому что дальше он говорит, сидите в Иерусалиме, ждите обетованного Духа. Когда Дух Святой сойдет, день Пятьдесятницы. Вопрос-то и там они приняли, когда он дунул? Приняли, но приняли только на одно дело, прощать. Потому что за это время кто-то мог умереть, нужно было, по-нашему сказать, исповедовать. Власть дал им уже, но на благовестие не было. И говорит, и будете мне свидетелями. Там же все прямо написано, 1.8, Деяния апостолов. Сидите, ждите обетованного Духа Святого. И будете мне свидетелями. Не сказал, сойдет Дух Святой, будете прощать грехи. Нет, это вперед сказано было. Это сказал он, там, в 20 главе Евангелия от Иоанна. А теперь будете мне свидетелями. Бог обречет ваш силой Духа. На разных языках будете говорить. Огненные языки вас жгут ваше сердце. А тут они сидели растерянные. Не знали, куда идти. Я пойду рыбачить. И Господь их упрекал за неверие. Когда воскресший явился, в Имаус шел и упрекал их. И начал доказывать им из закона, из пророков, из псалмов. То есть весь Ветхий Завет и стал им раскладывать. И они тогда... А мы думали, это пророк тот, сильный в слове и в деле. Они считали, это пророк, который освободит от римского ига. Царство Израиля, в их понятии было, это свобода. Сбросить римское владычество. А Господь говорит, царство Божие, это не пища и питья. Оно внутрь нас есть. Игнатий Тихонович, еще хотел спросить у вас о почитании царя Соломона. Вот как относиться к нему? Потому что я не могу разобраться. То есть его же нет в святках. Нету в святках его. И все. А что разбираться? Книги его мы принимаем. Притча Соломона, Ихлисиата. За святого его не почитает? А нам зачем это знать? Церковь его в списке не записала. И нам не надо спрашивать. Я иногда в храмах даже видел, он изображен. Но это уже самовольство. Церковь его не канонизировала. И нам вопроса нет. Вот у нас была еврейка, она Фаина Соломоновна. А у нас Соломона не будут крестить? И я никогда это в вопрос не ставил. А почему? Церковь лучше нас знает. Я именно поэтому и спрашиваю. Потому что я тоже недавно увидел иконы этого царя Соломона. И у меня сразу возник вопрос. Как это может быть? Никак. Убрать. Взять краски и замазать. Все ясно. Игнатий Тихонович, еще хотел спросить. Вот в Новом Завете, в Деяниях, там некоторые вот люди, да? Ну, мы видим, что еще в Евангелии, допустим, Симона Господь называет Петрон, да? А в Новом Завете, в Деяниях, еще в некоторых местах, он некоторых людей тоже называет, ну, и апостол их тоже называет по-другому почему-то. Допустим, вот Симеон в Деяниях 13.1, там пишется, Симеон, называемый Нигер, да? В Ветхом Завете, в книге Иова, Валаака, Иов, называемый... Что-то заклинило опять, не слышно было. Не слышно было, последнее предложение, скажите. Ну, то, что в Писании некоторые люди называются по-другому, то есть, допустим, Симеон, называемый Нигер, да? Это в Деяниях 3.1. Да. В книге Иова, Валаака, Иоав, называемый Иовом, а Господь Симона назвал Петром. Что это значит? Это по назначению. Куда назначен путь его, и Господь так его как бы переименовывает. Вот они идут, ученики, и их не приняли в одном селении ночевать. Господи, позволь мы их, как Илья, сожжем огнем. И Господь назвал сыны Громовые в Анергес. Сразу же их переименовал. То есть, они хотели греметь. Но когда Господь увидел Кифу, Он говорит, ты, Петр, в камень, камень переводится, Петр это камень. Ты как камень, на твоем исповедании будут все стоять. Вот и все. То есть, это же типа прозвище получается такое, да? Прозвище. Как сегодня бы сказали. Но оно закрепляется за человеком иногда на всю жизнь. Фома, близнец. Почему? Значит, двойняшки были где-то. То есть, еще такого нету. Да, сама близнец. У нас на корабле один заснул на лестнице, то и упал. Его космонавтом прозвали. И так и зовут кого? Да вон космонавта пошли на работу. А вон какой космонавт-то? Юнга был. Игнатий Тихонович, вот еще хотел спросить по Ветхому Завету, да? Там есть многие повеления, Божьи указания, да? Допустим, там. Ну, их много. Которые мы, как христиане православные, исполняем. Ну, не все там и... Ну, стараемся, по крайней мере. А как быть, допустим, с прямыми повелениями в Библии к убийству, да? Когда Господь Моисея повелевает там... Ну, вот, во второзаконии особенно там много вот этих вот, да? Не оставь ворожеев живых. И вот если там поклоняются другому Богу, вот тоже до смерти забей камнями и прелюбодея убей. Как вот на это смотреть? Ну, сначала о том, что о войне говорится. Пятая, шестая глава Евангелия от Матфея ставит все на свои места. А я говорю вам. А я говорю, то есть шли вот так, а теперь вот сюда поворачивают противоположную. Ненавидь врага. А я говорю, любите врагов. То есть отпало все. То есть Господь те же самые заповеди возводит на другую сторону. На другую высоту. Там написано было, не прелюбодействуй. А на заповедь никуда не ушла. Он говорит, а я говорю, кто посмотрит с вожделением, уже прелюбодействовал. Уже. Вот как надо рассматривать. Ненавидящий врага есть человеку-убийца. Ненавидящий. Спишь один дома под одеялом и думаешь, вот что бы ему. Уже как с руки кровь капает. Эта заповедь возвышена. Более в духовном плане мы должны так и понимать. Им говорили завоевать, они завоевывали. А нам нигде это не говорится. Нам говорится другое. Допустим, когда вошли в обитованную землю, в Ханаан, то разделили. 12 колен израилев. А разделили на 11 частей. А почему на 11? Когда 12? Потому что ливийну колену не дали. Они должны разрабатывать сердца людей. Вышел сеятель сеять. Иной упало такое. Земля это сердца людей. Вот почему Бог не дал им. А у нас это абсолютно для всех говорится. Земля наша это поприще вокруг. Вышел сеятель сеять. Семя Слова Божия. Сеятель Сын Божий. Через нас. Нашими руками, нашими ногами идет. Мы говорим о том, что есть открыто и четко обозначено. А что сокрыто, принадлежит Богу. А это тут понятно. Почему имена переименованы. Я однажды книжку достал. Называется, можете зарядить, даже если понравится. Сказки называется. Братьев Бондаревых. О зверях они. Как у матери медведицы было два медвежонка. Одного он не любил и никуда не посылал. А другой был, этот Миша. А другой был Спиридон, Спиря. И она его всему. Да иди на... Да нет, Мишу не надо. У него живот болит. Как меду достать? Все. И это Спиря все умел делать. Он все переделает и уже томится. Мам, а что бы еще такое сделать? Когда я просчитал, у нас пять братьев, пять сестер. Меня сразу стали звать Спиридоном. Потому что я никогда без дела старался не сидеть. У меня просто это природное такое. Я нахожу на пустом месте работу. Или это духовно было, или спортом заниматься. И сразу говорит, Спири найдет работу. Вот так и прозвище дают по какому-то делу определенному. Понятно. Игнатий Тихонович, ну и последний вопрос хочу спросить. И вот в последнее время у вас там появились ролики, вот совместная молитва по скайпу. Да. А в чем смысл совместной молитвы именно по скайпу? Что это дает? Почему нельзя молиться просто, допустим, по уговору? Да, договорился, допустим, в 7 утра молиться, и встал, и совместно молишься. Зачем это? Так и молились. Но меня засыпают вопросами. Люди вообще ничему не научены. Не знают, как правильно крестное знамение сделать. Какие молитвы считать? Я им отвечаю, все бесполезно. Ну, нельзя ли как-то посмотреть? Это мы сделали, как говорится, по просьбе людей. Мы сделали из комнаты храм. Открыли двери. В храме двери-то не запираются. Тут не надо привязываться. Тайна, молитва. Это говорят лицемеры все. И мы ничего не скрываем. Встали утром. Я перед молитвой объясняю все абсолютно. Что такое коленопреклонение, что такое канон, пост. Как вступительную часть сделаю. А далее люди видят, как совершать крестное знамение, как кланяться, какие молитвы, о чем мы молимся. Вот и все. Почему нельзя? Мы так и молились все годы. 54 года я молился, никто не видел. А на 55-й год, как я обратился, стали просить, чего прячетесь? Ну, покажите. Я рассказывал. Кое-где смотрели, как у нас в храме. И, говорит, наконец-то мы увидели, как литургия совершается по-настоящему. Проходного двора нет у этого шатания. И те, которые на нас нападают, у них ничего нет. А одна все заволакивающая зависть. Они ничего этого сделать не могут. И стараются сказать, что это мы неправильно делаем. А это написано было. Враги мои говорят, нет ему спасения в Боге. Считай первые псалмы, хотя бы три. У них ничего нет. Вот встретились наш митрополит Иларион, русская православная зарубежная церковь. Приехал на Алтай. И местный, от московской патриархии, Сергий Иванников. Ну и разговаривает. А наш этот митрополит, алтайский-то, нашему и говорит. Вот на Игнатии говорят всякое там, и хуление разное там, секта, другое. А почему говорят? Сам же, а потому что, говорит, завидуют. И второе, ничего сами сделать из этого не могут. Больше ничего и нет. Если ему понятно, а почему другому не понятно? Они ничего не могут сделать. Я же о чем говорю сейчас конкретно. Могут ли они выйти, пойти к народу? Нет. Они в радиостудии надели наушники и сидят, мои косточки промывают. Значит, чего-то я стою, если целые студии. В два года уже они меня не выпускают из своей студии. Антиреклама. А любая антиреклама есть реклама. Это реклама. Они даже этого не понимают. Они трусливые и бездарные, бесталанные. Почему? Потому что трусливые. Корысть и трусость. Вот посидел он в наушниках, пошел, расписался в кассу. Они лицемеры все. Я рядом, и ко мне они не заходят. Давайте мы вас спросим, так ли не так. Придумают, что хотят. Все. Если люди есть у нас, а люди слушают, что я говорю. Гуру, гуру, гуру. Гуру, значит. Если мы несем благую весть, а это вы хвалитесь. То есть, ни одного слова нет. У Христа видели исцеление. Что можно было сказать? Силой князя Бесовского, Вильзевула. Вот я среди людей, которые первый раз православные услышали Слово Божие. Как он Писание знает. А враги, это ему Сатана дал знание Библии. Это Сатана. А он больше сказать-то ничего не может. Но я говорю, вот каноны такие. Они сразу, смотри, Сатана их каноны дает знать. Я никогда не знал. Я привожу жития святых. Это Сатана дал ему. То есть, у него другого нет. Ничего нет. Почему? Он с Сатаной живет. И у другого не знает. Вместо того, чтобы порадоваться. Если человек прозрел, то надо благодарить Бога всем за это. Я в 23 года пришел. Но эти 23 года мои, когда я не знал Евангелие, они были наполнены непрерывным трудом. И все это мне сгодилось. Старый новый книжник выносит. Этот возможность трудиться, радоваться для Бога. И иметь близкие отношения с людьми. Это все мне пригодилось. А они сидят в студии, никого нет. У них ничего нет. Они в злобе пенятся с работами своими и выбрасывая илой грязь. Пророк говорит. Я сегодня таких слышал. Благовец называют. Говорят сейчас, и ничего нет. Ни одного слова Божия нет. А только про меня. К Томской епархии. Вот и все. Игнатий Тихонович, у меня тут по ходу сразу возник вопрос по поводу знания Библии. Я давно хотел спросить у вас. Есть у вас какие-то рекомендации? По тому, как изучать Библию. Как работать с ней. Что бы вы могли сказать? Любовь. Здесь на первом месте любовь. Если ты любишь кого-то, ты его слова будешь знать. Вот я иду с корреспондентами. Разные. У него магнитофон, там Игумен, Кирилл Сахаров идет, записывает. Раз, у него заклинил. Стой. Что ты сказал? Ну-ка, повтори. Он тут же сразу записывает. Потом это будет издан отдельная книга. Приезжает корреспондент Макаров Сергей Сергеевич. Он 7 лет работал в Комсомольской правде. Мороз 40 градусов или 42. Мы идем уже на гору, поднимаемся в тюрьму. У него магнитофон застыл. Он идет и рядом все время держит. Но у меня времени нет. Я иду и дорогой разъясняю. Магнитофон застыл. Он сразу, стой, ручку. Что сейчас сказали? Почему он это старается записать? Потому что он видит, что в этом то, зачем он приехал сюда. Я пришел на землю познать волю Божию. Господь говорит, если любите меня, это на первом месте любовь. Соблюдите мои заповеди. Ну, как соблюдать, когда Библия была от народа спрятана? И попы-то это знают. Они на меня нападают, это лукавство. У них ничего нет. Им надо день и ночь лбом долбить землю. Они спрятали от народа слова любимого Бога, возлюбленного моей души. На русский язык перевели в 1876. А крещеный в 989. И что? Тысячу лет ушло. Тысячу лет от народа пряталась Библия. И сейчас разные переводы. Никогда не соглашайтесь даже слушать. Берите только синодальный. Это лучший перевод в мире, сегодня говорят. Самый точный. Какие были переводчики? Переводились с еврейского оригинала. Знали арабский язык. Знали, специалисты были с греческого, с латинского, с других языков. Сравнили, как это слово понимал Златоуст из его проповедей. Это не один лютер для немецкого народа. Хотя и там перевод хороший. И вот поэтому, если я его полюбил, то с первого дня. Слово Божие для меня это не буквы. Для меня это как голос неба. Как? Я ничего не слышал. Я принимаю, как Слово Божие. Приняли. Апостол говорит, вы как не наше приняли. Я на корабле. Ну, бумага-то у меня есть. Я пишу сразу. У меня сначала Евангелие, кажется, от Матфея или от Иоанна подарили. Я пишу. Вот это вот мне. Это как раз мне в тетрадку выписываю. Указываю места. А вот это моей маме надо. Вот это отцу. Вот это дяде. Вот это брату. У меня пошли письма во все стороны. Полетели. Не страничками, а, наверное, чемоданами. Я писал и писал. Потому что один экземпляр. Я пока переписывал, я уже помнил. Только псалтырь. Печатными буквами я два раза переписал. От корки до корки. Псалтырь книгу. Как мне его не запомнить-то? В тюрьме, находясь, я считал каждые два дня псалтырь. От корки до корки. Каждый день. Полпсалтыри и завтра полпсалтыри. И как мне не запомнить-то? И Словом Божьим я занимаюсь 54 года уже. Как Словом Божьим. Не просто так. Поэтому Господь благословил и книги издать, и переиздать Блаженного Филакта. А эти-то, которые лают, у них ничего нет. Они Бога не любят. А как запомнить? Твоя биография должна быть. Вот, допустим, человек пришел. Он говорит, я привел к тебе сына, чтобы ты научил его музыке. А он музыкант. Скрипка. А умеет он играть? Тот отвечает, умею, меня уже учили. Так. А ты? А я никогда не играл. Вот ты, кто не играл, 50 будешь леву, это, единиц, ну, рублей платить или долларов. А тебя разучили 100. Мне надо половина времени разучить тебя от неправильного. Вот как надо понимать. Он не знает, он неправильный. Теперь очень трудно. Неправильные молитвы. Для чего мы открыли. А люди говорят даже не молитва. Я, говорю, думал, это молитва. Волшебно считают. И не понимают. И поэтому вот у нас, как увидели сейчас люди, сразу становятся на ноги. Мы прямо стоим и молимся. Смотри, как. Как мы крестимся, показываем точно на лоб, точно на чрево, где пуп находится, направо, точно налево. Как должен быть одет человек. Люди, которые ничего не знают, особенно попы, это самые невежественные люди в большинстве. Они до этого не имеют значения, главное в душе. Так твое одеяние и твое крестное знамение из души идет, он лжет. Неправильно крестишься, ты знаешь, что делаешь? Ты театр устроил для демонов. Неправильному маханию небрежному. Златоуст говорит, демоны радуются, в ладошки хлопают. Ты это прочитай сначала. А мы об этом говорим. Люди научены неправильно. Учили так, на лоб и на грудь, в освещение чувств. А теперь, посмотри, вот перечкладина, и получается расстояние здесь 10 сантиметров, а тут 30. Он крест перевернутый. А теперь прямо пишут, это сколько лет мы учили неправильно. Что мы делали? Это колдуны только делают. И один человек нам подсказал. Кто там подсказал, не знаю. Но я долбил и долбил полвека. Крещение только в полное погружение троекратное. А нет в церкви крещения-то. Кисточкой машут еще жулики. Пираты захватили корабль. И они сидят, мои косточки промывают. А я радуюсь за них, молюсь. Значит, достигло их, их прижгло. Иначе бы они зачем это делали? Я о них и говорить не буду. Я их и знать не знаю. Я просто объясняю, что они говорят. Ни одного слова правильного не говорят. Все перевирают. Когда я внешне правильно, тогда... Но это надо внутренне. Так внутренне и наденьте на них юбки. Зачем приходят? Посмотри, в церкви стоят. Кого прищищаете? Накрашенные. Без платка. В штанах. А это мерзавки перед Богом. Это мерзость. 22.5. Второзаконие. А они раскрыли ворота в церковь. Шириадовых. Господь говорит, узкий путь, тесный путь, тернистый путь. А они его сделали так. Сейчас приходит батюшка. Я не могу поститься. Ну ладно, Бог смотрит на душу. Едят. Если не постится человек, Аполлос, говорит, великий, на два года отучается от церкви. Они лицемеры. Выступают благощинные. Погибло. Отец Михаил. Фамилия Погибло. Фамилии-то говорящие у них. Вот тебя если на Новый год пригласили, а дали кусок мяса там в гостях, его спрашивают, есть или не есть. Рождественский пост еще идет первого-то. Рождественского-то седьмого будет. Вот, чтобы не подумали, не соблазнить никого, надо съесть. Почему? Да он ест. Он такой. А зачем ты, лицемер, пошел к неверующим? Тем более пост идет. Он не говорит этого ничего. У него веры никакой нету. Построил себе квартир, кажется, 8 что ли комнат. И все это в газете печатает и показывает. Полэтажа занял. Ему надо это? Вот и весь ответ. А они другого покроя. Деньги, деньги, деньги. Ни одной свечки правильной в церкви не стоит. Все это парафинды, мерзов всякое, царазин. Должны быть чисто восковые, как Серафим Саровский говорит. Да и так понятно. Чистое чистым, нечистое нечистому. Левитам 10 глава, 10 стих. Я ничего не придумываю. Игнатий Тихонович, я еще возвращаюсь к решению у вас. Нужно какая-то одежда? Да. Белую одежду, как халат. Шейте, чтобы она была сантиметров 10 выше от пола, чтобы не спотыкаться. Рукава должны быть до кистей. Ну и все, тут грудь закрыта. В этой одежде человек входит. Он весь войдет под воду. Он мокрый же, ясное дело. Я видел, да. Да, это заранее шить белый, чисто белый, как простынь. Вот так. Ну, там, потом еще с вами созвонимся и уже ближе. А я вам скину здесь. Здесь, прямо в скайпе. Только сейчас я не могу скинуть, потому что как-то после того, как поговоришь, бывает там какая-то чернота заблокирована. Ну, я напомню потом попозже вам. Да, я вам маршрутку скину, и что надо, и какие вопросы. Еще что у вас? Детей надо как-то подготовить к этому еще? К окрещению? Да. Конечно. Ну, это что? Тоже одежда. Шейте им халатики. Каждому две простыни и лаволочки. У нас стирать негде там. А матрасы, одеяло мы вам тут дадим. Мы вас выделим отдельно вам. Келью. Келья называется наша, там были в лагере. Там будете с ними. Наши готовят обед. Поэтому вас подприпишем им, и все. Мы перешли теперь из лагеря по деревне. Отдельно дома купили. Роспотребнадзор сильно нападал на нас, и мы в иной формат перешли. Я в курсе. Ну, вот и все. И они ничего не могли сделать. Ну, они еще что умеют, то и делают. У меня брат был со мной. А у меня пришлось уволиться с работы, где я обратился. А брат молодой. Ну, мне никак нельзя. Меня оттуда вышвырнули. И что я должен делать? Я выезжаю, я его не беру с собой. Он плащет. Но он уже на работе устроен. Вместе работали мы. Я его оставил. К нему сразу приставили коммуниста Филимонова. Ну, и говорит, ты им позанимайся. И брата научил курить и пить. Его спрашивает, ты что сделал? Он говорит, а что умел, то ему научил. Вот и все. Ну, все тогда. До свидания. Выключайте. Что-то застряло, да? Продолжение следует...